Сегодня у меня будет очень короткий ролик, посвященный одной очень простой, но очень вкусной закуске. Называется она, насколько я знаю, намазка из сала по-украински и я думаю понравится всем любителям сала. Закуска простая, поэтому даже я не буду указывать точного количества ингредиентов. Еще раз повторюсь, что точного списка ингредиентов в этом ролике не будет, потому что тут надо подбирать как бы на свой вкус. В данный момент у меня ориентировочно грамм 300 сала. Это соленое сало, можно делать из соленого, можно делать из сырого, но если делать из сырого свежего сала, нужно будет еще и соль, а так как оно у меня уже соленое, соль мне не нужна. И как вы видите на нем красноватый оттенок, то есть это сало у меня соленое с использованием красного острого перца. Поэтому, опять-таки, красный острый перец я брать не буду. Вы, если солили без перца или хотите поострее, конечно же, берите перец. Укроп, чеснок и вот тут у меня смесь перца душистого и молотого тмина. Но специи можно использовать те, которые больше всего понравятся вам. Под сало в данный момент я предпочитаю именно тмин и душистый перец. Так как, еще раз повторюсь, острота у меня уже здесь есть с помощью добавления красного перца при засолке. Приступим к приготовлению. Берем сало, отрезаем от него шкуру. Она мне понадобится. И нарезаем его в произвольной форме небольшими кусками. Я сразу буду складывать в посудинку, в которой буду его перемалывать. Далее кидаем туда чеснок, укроп и добавляем специи. Далее мы просто берем, в данной ситуации у меня блендер. Можно использовать комбайн, можно использовать мясорубку обычную. и перемалываем с помощью блендера в однородную массу. В итоге у нас получилась вот такая однородная паштетообразная масса. Мы ее убираем в баночку и поставим в холодильник настояться пару-тройку часов. За это время вкусы, которые здесь находятся, подружатся, плюс она чуть-чуть подстынет, станет более вкусным. Ну вот и все. Наша намазка полностью готова, уже немножко остыла и размазана по классике на черный хлеб. Ну в данный момент, правда, у меня серый, черного не оказалось. Бутерброды с данной намазкой очень вкусно есть со свежими овощами и, конечно же, горчицей. Но также, не обходя вниманием, что это все-таки сало, конечно же, по классике они будут очень великолепны, как бутерброды закусочные. На этом все, дорогие друзья. Мой канал Макси Кухня прощается с вами. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся! Продолжение следует...